Чтобы сделать такой браслет, берем стрейчевую нить резинку толщиной 0,8 и длиной 0,5 метра, складываем вдвое, теперь фиксируем петлю на зажим. Выравниваем, чтобы оба конца совпадали ровно. Берем иглу для босин, продеваем оба конца в иглу, берем первую босину натурального жемчуга и продеваем через иглу для босин. Нанизали. Снимаем иглу, снова выравниваем два конца, подвигаем босинку к петле, берем один из двух концов резинки и нанизываем босину натурального камня. В данном случае у нас карибский ларимар. Я нанизываю 7 босин на один конец резинки и 7 на второй. Подвигаем ближе к петле. Попробуем нанизать жемчуг. Если не получится, то берем иглу для босин. Снова берем один из двух концов резинки, снова нанизываем 7 на одну и 7 на другую. Вот у нас уже началось второе звено. Если резинка пролезает босину без иглы, отлично, но у меня ничего не получается, мне нужна игла. Отверстия в босинах всегда разные. Зависит еще от толщины резинки, которую вы берете. Вот получилось два звена. Продолжаем делать браслет. Смотрим, сколько нам еще нужно длины. И добавляем до необходимой длины браслета. Не забываем периодически подвигать все босинки поближе к петле. Доделываем недостающее звено. У меня получилось 6 звеньев. Теперь берем один из двух концов резинки и продеваем в петлю, которую мы зафиксировали. Доделаем три витка. Завязываем. Делаем три витка. Затягиваем. Затягиваем. Затягиваем плотно, но медленно, не спеша и аккуратно, чтобы резинку не порвать. И вяжем второй узелок, делаем два витка. Затягиваем. Затягиваем узелок. Тянем медленно, сильно, но не слишком, чтобы не разорвать резинку. Теперь берем клей и капаем на узелок. Лишние концы обрезаем. Освобождаем зафиксированную петлю. Мы уже завязали браслет, нам уже не нужно фиксировать. Теперь нужно спрятать узелок. Для этого подвигаем ближайшую бусину на узелок и на клей. Она приклеится и узел будет еще плотнее, еще прочнее. Вот такой красивый получился браслет с гребским лоримаром и натуральным жемчугом. Его легко одевать и снимать. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Особенно, если что-то не получается, всегда спрашивайте, я вам помогу. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok